Суккот или праздник кущей, осенний праздник. Вот мы снова под полной луной, луной осенней в равноденстве, в пятнадцатый день месяца Чешрей. Все, что подарила людям земля, уже хранится на складах. Плоды, злаки, вино, масло, все переливается желтым, зеленым, красным, оранжевым, золотистым цветом. Земледельцы древнего Израиля, подобно земледельцам всех эпох и народов, собираются на свой осенний праздник, чтобы поблагодарить природу за ее щедрость. Полная луна озаряет своим светом всех мужчин, женщин и детей страны Израиля. Никто не остался дома. Закон Моисея гласит, что семь дней и семь ночей все евреи должны жить в шалашах, лишь частично прикрытых сверху зелеными ветвями, пальмовыми листьями или охапками травы. В этих непрочных жилищах семьи справляют праздник, поют, принимают гостей, едят, пьют и спят. Теплый климат страны Израиля позволяет им в эти дни жить так, как жили когда-то предки в пустыне в течение первых сорока лет своей независимости до того, как они завоевали Ханан. Суккот — это прежде всего праздник веселья и радости. В Талмуде он называется просто праздником, без всяких особых эпитетов. Для человека, живущего в богатом земледельческом краю и каждый год думающего о будущем урожае, обычай на неделю переселяться в шалаши — это сознательный отказ от привычного комфорта, не дающий еврею забыть, что изобилие и сытость — это еще не все в жизни. В суке шалаше под ночным небом ветер и дождь в любой момент могут доставить много неприятностей. Луна, свет которой пробивается сквозь ветви, предупреждает об изменчивости судьбы. Звезды, а согласно закону, они должны быть видны сквозь листву, напоминают о том, что даже рассвет человеческой жизни — это всего лишь искра в таинственном мраке. Моисей сказал, что израильтянам должно раз в год переселяться в шалаши, дабы они не забывали о том, как жили в пустыне их предки. Когда евреи рассеялись по странам с холодным климатом, обычаи, касающиеся суки, изменились. Есть набожные евреи, которые, невзирая ни на что, спят в шалашах, если только позволяет погода, но большинство в них только молится и ест. В американской еврейской жизни, особенно с ростом общин в пригородах, сука нередко возрождается во всем своем старинном очаровании. Во время праздника урожая, жизнь в шалаше или, если употреблять архаичное слово, в скинии — это веселое и к тому же поучительное приключение для детей. Те, кто горюют, что у евреев нет, например, такого красивого символа, как рождественская елка, никогда, видимо, не задумывались, что такое шалаши суккот, а вернее всего, часто даже и не слыхали о них. Такой шалаш легко построить у себя во дворе. Можно купить готовый переносной шалаш. Это избавит вас от лишней работы. Вам ведь нужны только три или четыре стены, несколько жердей для крыши и ветки, листья, трава, чтобы положить их на жерди. В шалаше должно быть достаточно места для стола и стульев. Сука украшается цветами, фруктами, овощами и всем, чем угодно. Только бы это придало шалашу праздничный и нарядный вид. Дети бегают из шалаша в шалаш, играя в гангстеров и полицейских, так же, как они, наверное, играли и тридцать веков назад на холмах Иудеи, когда их родители строили свои шалаши. Другие дети помогают своим родителям украшать шалаш или даже полностью берут на себя эту работу, ведь она доставляет им столько удовольствия. На столе кромоздятся фрукты, цветы, тыквы, связки колосьев. Голые стены постепенно завешиваются желтыми, алыми, зелеными гроздьями. Наступает ночь. Семья ужинает в шалаше при свете луны. На столе стоят свечи, в воздухе аромат плодов. Старые праздничные песни и гимны звучат так необычно на свежем воздухе. Если холодно, то все тепло одеты. Но, во всяком случае, это идиллический обед под открытым небом в полумраке шалаша. Иногда вдруг зарядит дождь, и тогда в шалаше начинается веселая суматоха. Очарование нарушенного однообразия налаженного быта, превращение знакомых и привычных занятий и дел в веселое приключение делает сукот неделей сплошного пикника, одновременно исполненного высокой символики и доставляющего огромное удовольствие. В большом городе доставить себе это удовольствие довольно трудно. Трапезы всей общиной в шалаше на крыше или во дворе синагоги это, пожалуй, единственное, что многие горожане могут себе позволить. Но даже такое скромное торжество может дать яркое представление о том, каким приятным праздником может быть сукот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok